МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Чудо техники. Программа о том, как технологии меняют нашу жизнь. Меня зовут Сергей Малозёмов. Я и моя команда пробуем на себе новации, изобретения и модные гаджеты. Смотрите сегодня. Наш мокрый мегаэксперимент. Увлажнители против самоделок. Ух ты, какая оригинальная конструкция. Почему у нас в домах такой пересушенный воздух зимой? Как это влияет на здоровье и интерьер? И способен ли помочь увлажнитель? Уже на прилавках технология будущего. Беспроводные зарядные устройства. Максимально удобно. Устройство всегда заряжено. Вы не используете какие-то соединения провода. В кафе теперь есть электромагнитные площадки, которые накормят ваши гаджеты. Что это за технология? Мы протестировали её плюсы и минусы. Кажется, мы нашли самое дорогое лекарство в мире. Вот эта маленькая ампула может стоить больше миллиона евро. Генетическая терапия уже исцеляет пациентов и в России. Истории людей, которые получили инъекции чужих генов и снова обрели способность ходить. Что-то у нас студия, по-моему, сейчас в баню превратится. Мы тут разом включили три увлажнителя воздуха, и атмосфера уже слегка напоминает тропическую. А что делать? Отопительный сезон в нашей нежаркой стране длится по меньшей мере полгода, и раскалённые батареи ужасно пересушивают воздух. Оптимально считается влажность в 45%. Вот здесь уже почти столько и есть. А в реальности зимой в наших квартирах бывает хорошо, если как сейчас 23, а то ведь 15 и даже 10. В итоге и мы, и наши дети болеем простудой. А ещё от сухости портятся кожа, мебель, цветы, обои. Чтобы всего этого не происходило, и были изобретены сначала народные средства в виде развешивания мокрых тряпок, а потом и специализированные гаджеты. Мы решили проверить, кто лучше и дешевле справится со своей работой. В масштабном эксперименте приняли участие ультразвуковой, паровой и традиционные увлажнители. Ну и про пустарные методы мы тоже не забыли. Мария – домохозяйка. Её сыну Диме скоро 3 года. Возраст, когда дети, всё больше контактируя со сверстниками, часто болеют. И тем чаще, чем суши дома воздух. Проблемой влажности Мария озаботилась ещё до рождения малыша. Свой увлажнитель купили более 5 лет назад, уже 5 лет пользуемся. Когда маленькая влажность, утром очень сухо прям просыпаешься, нос сухой, и во рту всё сухо. Когда увлажнитель, чувствуешь себя человеком. Главный педиатр Москвы Борис Блохин подтверждает – связь между простудами и влажностью – медицинский факт. Потому что страдает прежде всего не кожа, а слизистая лёгких. Есть так называемый мукоцеллярный клиренс, который высыхает, и вот там ресничные эпители начинают плохо работать. Те бактерии, те вирусы, которые находятся, они остаются у ребёнка. Поэтому заболеваемость респираторного тракта повышается. Дома у Марии мы попробуем оценить, стоит ли своих денег самый популярный ультразвуковой увлажнитель. В нём быстро вибрирующая пластина превращает воду в холодный пар. Мелкую водяную взвесь, которая красиво выглядит и быстро насыщает воздух влагой. Цена этого типа сильно варьирует – от 1 до 15 тысяч рублей. Чуть позже мы расскажем, какие дополнительные функции влияют на стоимость. В нашем же эксперименте прибор средней категории будет конкурировать с бабушкиными методами, которые не стоят ни копейки. Когда не было увлажнитель, я только мою полк каждый день. Тазик с водой и мокрое полотенце на батарею. Смогут ли они увлажнить воздух до нужных 45%? За обстановкой помогает следить специалист по домашнему климату Александр Галкин. В доме, где на все комнаты только один увлажнитель, эксперт сразу заметил верные признаки сухости. Вот потолком я вижу, что здесь идут трещины. Здесь вот у нас отлеиваются обои. Увлажнитель работает в большой совмещенной гостиной. А мокрой ткани мы дали фору, доверили только маленькую детскую. Увы, пеленки смогли повысить влажность только с 37 до 42%. Я считаю, что это максимальный уровень, который может быть достигнут при таком способе увлажнения. В гостиной дела обстояли куда лучше. Хотя и площадь там была значительнее, и иссушающих факторов больше. В общем, Мария лишний раз убедилась – увлажнитель купила не зря. На данный момент уровень влажности в помещении 50%. Я считаю, что ультразвуковой увлажнитель со своей задачей справился в полном объеме. У моделей подороже есть функция поддержания определенного уровня влажности, потому что иначе воздух можно и перенасытить влагой. Москвичка Ольга купила недорогой прибор, у которого эта функция работала ненадежно. И очень пожалела. Я поставила на ночь работать увлажнитель. Ну уж не знаю, по каким причинам он не отключился, когда достигнув определенного процента влажности. Было ощущение, как в подвале. Многие люди бросают использовать увлажнитель, потому что он шумит по ночам. При покупке надо послушать. Еще одна проблема. Если в ультразвуковом увлажнителе не предусмотрен специальный ионный фильтр, который надо периодически менять, то на всем в доме будет выпадать белый налет солей кальция. В принципе, с ним можно бороться и другим способом, с таким налетом. Использовать либо децерированную воду, она продается где-то в автомобильных магазинах, ее вполне можно использовать, но это дополнительные расходы. Фильтр надо менять обязательно, потому что в нем еще и размножаются грибы и бактерии. Картридж из увлажнителя Ольги, который где-то год то работал, то стоял без дела, мы отдали на микробиологический анализ. И, о ужас, обнаружили там даже синегнойную палочку, которая вызывает менингит. Достаточно высокая концентрация различных микроорганизмов. Если мы, например, сравним с количеством, которое у нас присутствует на денежной купюре, то там будет 10,5 для сравнения, да, то есть несколько сотен раз меньше. Помимо ультразвуковых, есть еще паровые с горячим паром, то есть по принципу чайника, и традиционные увлажнители с естественным невидным глазу испарением. По мнению большинства специалистов, все три типа примерно одинаково справляются со своей работой. Желательно только, чтобы свой прибор стоял в каждой комнате, иначе эффективность будет низкой. Еще надо знать, что паровой увлажнитель повышает температуру в помещении. Ну, так его и любят, например, хозяева оранжерей. Для тропических самый простой вид увлажнения – это домашний, самый обыкновенный поливилизатор. Вставляется в бутылку и опрыскивается. Если растений много, да, если мы ставим непосредственно увлажнитель воздуха, то лучше его ставить на полочку и направлять его ближе к тем тропическим растениям, которые мы как раз увлажняем. Мы с экспертом Александром решили устроить в биологическом музее имени Тимирязева небольшое инженерное хулиганство. Посмотреть, отличается ли чем-то эффект парового увлажнителя от обычного кипятильника. Его мы поставили в другом конце и стали наблюдать. Ближе к вечеру стало ясно – фокус удался. Показания почти не отличались. 75% у увлажнителя против 73% у кипятильника. Он справился. Но конструкция опасна, в жилом помещении её применять не рекомендуется. Специальный уровень влажности нужен и экзотическим животным. Например, ящерицы требуют поддерживать у них минимум 70-80%. Владельцы пробовали применять ультразвуковые увлажнители, но отказались. Выяснилось, что рептилии боятся ультразвука. Они его слышат, в отличие от людей. Приходится действовать по старинке. Руками вы нагнетаете воздух, и капельки воды попадают внутрь террариума. В картинных и антикварных галереях тоже нечасто встретишь увлажнители. Для серьёзной работы они слишком маломощны. Тут применяют проверенные временем сильные средства, расставляя повсюду ёмкости с водой и регулярно смачивая всё, что можно. Поскольку у нас подогреваемые полы, то есть отопление идёт через полы, мы делаем обильную регулярную влажную уборку. Последний из увлажнителей, который мы взялись тестировать, традиционный. В нём происходит холодное испарение воды, которое смачивает фильтры, а на них дует вентилятор. Продолжая хулиганить, мы с Александром раздобыли в сопернике к этому устройству самоделку, в которой вентилятор дует просто через пластиковый ящик с водой. И попробовали увлажнить две комнаты в обычном московском офисе. В помещении работают компьютеры, работают батареи, работают лампы накаливания. Когда заходишь, сразу чувствуется определённая сухость. Прибор показывает, что уровень влажности сейчас здесь составляет 22%. Это суховато. Увлажнитель справился на отлично. Быстро довёл уровень до 41%. А вот кустарный прибор смог выдать лишь 33%. А ветер от него ещё и заморозил сотрудников. В общем, вывод нашей программы. Для бытовых условий увлажнитель покупать стоит. Кстати, он может ещё и чистить. Если поток от вентилятора пропускают через увлажняющие фильтры, то на них оседает вся пыль. И такое устройство уже называют мойкой воздуха. Это приборы 5 в 1. Когда это увлажнение, очистка, ионизация, ароматизация. И ещё это домашняя климатическая станция. Итак, ещё раз советы специалиста. Чтобы дышалось легче и болелось реже, увлажнитель нужен в каждую комнату. В нём обязательно должна быть функция поддержания заданной влажности. Идеально около 45%. А в ультразвуковом приборе непременно нужен картридж для удаления солей из воды. Иначе, если продешевить, весь дом покроется белой пылью, да ещё и плесень от переувлажнения может вырасти. Продолжение следует...